МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и итоги недели. Смотрите в выпуске. Трагическое утро. Пятница, 24 июня. Запомнится рязанцам падением военного самолета. Мы собрали всю информацию, которая доступна к настоящему миру. За чистоту рязанских рек, природоохранная прокуратура продолжает бороться с загрязнением водоемов в регионе. На этот раз обнаружили незаконные сбросы в спасные районы. Выпуск начнем с новости, которая потрясла регион. Ранним утром крушение потерпел военный самолет, чудом не задев дома жилого микрорайона. Что произошло, Максим Васильев расскажет. Сообщение о падении самолета поступило на пульт МЧС в Паризанской области в 3.18 утра. В районе поймы реки Плетенка у Михайловского шоссе совершил жесткую посадку Ил-76 Минобороны России. От удара военно-транспортный самолет разрушился, произошел взрыв бензобаков. Момент падения запечатлел один из местных жителей. На кадрах появившихся в сети отчетливо видно, как пилот до последнего момента уводил транспортник с горящими двигателями от жилых домов. Мощным взрывом были разбожены жильцы многоэтажек и частного сектора. Некоторые из них до сих пор под впечатлением. Пролетающие самолеты, взрыв, а потом мелкие взрывы пошли. В окошко выглянули, дым идет, пошли смотреть. А тут же пожарные машины приехали, все огородили, и ничего не видно. Пресс-служба Минобороны России распространила официальные заявления. Его приводят все федеральные СМИ. Цитата. В Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажам было принято решение осуществить посадку на грунт. Конец цитаты. По предварительным данным, в самолете Ил-76 находилось 9 человек. Четверо из них погибло, 5 в состоянии разной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение Рязани. И, кстати, люди остались живы в том числе и потому, что боевые расчеты МЧС и скорой прибыли на место в кратчайшие сроки. В настоящий момент в областной клинической больнице в травмцентре первого уровня проходит лечение трое прострадавших. Состояние одного расценивается как крайне тяжелое. Пациент поступал с тяжелой сочетанной травмой. Проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких. Состояние двух пациентов расценивается как тяжелое. Пациентам проведен необходимый комплекс лечебно-диагностических неприятий. Продолжается интенсивная терапия. И решается вопрос о переводе пациентов в военный госпиталь города Москвы. Сейчас открытое горение на месте аварии ликвидировано. Сектор отцеплен полицией. По предварительным данным, причиной падения стала та самая неисправность двигателей. Но ближе к вечеру появилась еще одна версия о попадании в двигатель одной или нескольких птиц. А их, как известно, очень много на расположенном неподалеку в нарушении норм Минтранса мусорном полигоне Зеленина. Он расположен в 9, а не 15 километрах от аэродрома в Дягилево, как того требует закон. Мы, кстати, единственная телекомпания, которая рассказывала о безуспешных попытках местных жителей закрыть этот полигон. На котором, напомню, было запрещено складировать пищевые отходы. Но птиц, которых здесь все больше и больше, как говорится, не обманешь. И, возможно, отсутствие реакции и безразличие чиновников стало косвенной причиной аварии ИЛ-76. Нам, по крайней мере, эта версия видится вполне рабочей. Максим Васильев, Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Очередное нарушение в сфере водоохранного законодательства выявила природоохранная прокуратура. В Спасском районе снова кое-кто сбрасывал в местный ручей то, чего там по всем законам быть не должно. А именно сточные воды. Валерий Седов продолжит. Ручей Кирицы поистине многострадальный. То его засыпают, перекрывая естественный водоток, то пытаются навредить другим способом. Но хочется верить, что уничтожают его все-таки нецеленаправленно. Просто неприятное стечение обстоятельств. Совсем недавно здесь сбрасывали неочищенные стоки. Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура. Как-никак, нарушение водоохранного законодательства. На месте было установлено, что некая организация, у которой есть очистные и канализационные сети, регулярно сбрасывала в ручей Кирицы всякую гадость. При этом недостаточно их очищая. Поэтому ПДК закрестняющих веществ было превышено. С целью устранения нарушений закона природоохранный прокуратур обратился в Спаский районный суд. Решением суда требования природоохранного прокурора были удовлетворены. На учреждение возложена обязанность обеспечить нормативную очистку сбрасываемых с очистных сооружений с точных вод. Суд поддержал требования прокурора и обязал предприятие очистить ручей. Устранение нарушений закона контролирует межрайонная прокуратура. И местные жители очень рассчитывают на то, что в скором времени ручей у них станет чистым. Без цвета и запаха. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Депутаты Рязанской городской думы утвердили изменения в городском бюджете. Казна станет больше почти на 3,5 миллиарда рублей, 962 миллиона из которых потратят на ремонт дорог. Вопрос увеличения городского бюджета в Рязанской городской думе был сегодня ключевым. Понятно, что расходных строчек в главном документе Рязани прибавилось. Понятно, что почти каждая из позиций бурно обсуждалась. Но в итоге изменения приняли единогласно. Проектом решения предлагается увеличение доходной и расходной частей бюджета на 3 миллиарда 445 миллионов рублей за счет дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Одновременно расходы и размер дефицита бюджета города Рязани на 2022 год увеличиваются на 5 миллионов рублей за счет бюджетного кредита из областного бюджета на подготовку к отопительному сезону. Детализацию всех расходов народным избранникам расписали вплоть до копейки. На возведение западного канализационного коллектора предусмотрено 300 миллионов. Почти столько же на строительство школы в ЖК «Олимпийский». Детский сад и школа в Кальном в сумме забирают 333 миллиона рублей, но это еще не рекорд. Самая важная позиция в расходной части – ремонт городских дорог. А вот это уже рекорд – почти 962 миллиона рублей. Я благодарю Павла Викторовича Малкова, нашего главу региона, за то, что он вник в вопросы города. И основным вопросом для города, конечно же, является ремонт дорог. Мы обещаем, как депутаты Рязанской городской думы, отследить все составляющие этого ремонта, контролировать и уверены в том, что мы будем контролировать, и подрядчики выполнят работы в срок, установленный муниципальным контрактом. На благоустройство общественных территорий власти потратят 280 миллионов рублей, в том числе 130 миллионов на благоустройство торгового городка. Отдельная строчка – строительство артезианских скважин и водопроводной сети в поселке Солоча. Здесь рассчитывают провести реконструкцию здания со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззораживания. А еще не забыли и рязанских педагогов. За классное руководство им заплатят 160 миллионов рублей. Максим Васильев, телекомпания «Город». На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Рязанская область заключила 32 соглашения на общую сумму 176 миллиардов рублей. Больше половины контрактов – инвестиционные. Об этом на специальном брифинге заявил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. По его словам, каждая деловая встреча в Питере оказалась полезной. Для Рязанской области Петербургский экономический форум получился сверхпродуктивным. И дело здесь не только в количестве заключенных соглашений 32 и цифрах инвестпрограмм – 176 миллиардов. Они, к слову, в разы выше показателей прошлого форума. Главное, по словам Павла Малкова, у Рязанской области есть серьезные точки роста. Соглашение с корпорацией туризм.рф – одна из них. Здесь мы пока выбрали только две локации, которые уже обсуждаем и в которых будем реализовывать конкретные проекты. На самом деле их намного больше. И, наверное, важно, что подписание соглашения происходило в присутствии зампреда правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко. И мы с ним договорились еще дополнительно встретиться и все это обсудить. Потому что, на самом деле, я об этом говорил и буду говорить еще не раз, туристический потенциал Рязанской области очень и очень недооценен. У нас огромное количество точек роста, которые можно развивать, которые поедут туристы. Просто надо предложить продукты. Фармацевтика тоже сегодня предлагает уникальные продукты. А встречи с руководством компании «Фармимэкс» и «Скопинфарм» Павел Малков рассказал детализированно. С предприятиями российской «Бигфармы» у Рязанской области сразу два инвестконтракта. По первому из которых в регионе наладят полный цикл производства биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека. А второй и вовсе грандиозный. СПИК-2 – производство противоопухолевых препаратов и средств диагностики злокачественных образований, не имеющих аналогов в России. У коллег сейчас в реализации два крупных проекта, два предприятия, которые будут выпускать самую современную фармакологическую продукцию. Там есть определенные технические, организационные вопросы, которые мы обсудили и которые будут решены в ближайшее время. Проекты будут запущены. И в одном из проектов есть вопрос по доработке федеральной нормативной правовой базы. Сейчас уже подписан или находится где-то буквально на подписи федеральный закон, который требуется для запуска проекта. И следом надо формировать подзаконную нормативную правовую базу. Как заявил Павел Молков, после каждой деловой встречи были зафиксированы конкретные поручения каждому ведомству. Их свели в единый список, чтобы все эти проекты не остались лишь на бумаге. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Оперативники УМВД Паризанской области по горячим следам раскрыли громкую серию убийств таксистов. Погибших находили в лесополосе. Водитель где находился? Сидел за рулем. Сидел за рулем. Он сказал, что отдавать ничего не будет. А руки у него по-прежнему находились высоко. Обе руки были на руле. И в этот момент прямым хватом я просто ударил его ножом. 20-летний парень вполне себе спокойно рассказывает, как совершил первое убийство. Всего неделю назад, 14 июня. За рулем Ниссана Алмера тогда сидел 74-летний пенсионер. Двое парней нашли его на автовокзале. Попросили подбросить до Чучковского района. Уже в дороге сказали, что через песчаный карьер можно сократить. Там таксисты и порешили. Тело пенсионера бросили в лесополосе. Нашли погибшего уже поисковики. Для какой цели вы за ним побежали, если он оставил машину и бросил ее? Потому что в этот момент, как я говорил уже, я обратил внимание, ездили люди. То есть было еще такое оживленное движение. То есть я боялся, что я так же, но вдруг что-то не пойдет. Так, я там не заведу машину или не успею что-то сделать, он помощь приведет. Там либо посторонние лица, либо вызовет полицию. То есть с какой целью вы за ним побежали? Чтобы добить его. Это уже речь о втором убийстве. Произошло оно спустя всего несколько дней. По версии следствия, налетчики снова вычислили частного извозчика на автовокзале. Попросили добросить до того же Чучковского района. По стандартной схеме предложили сократить через карьер. Там и убили. Водителю было 32 года. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны два жителя поселка Авангард Чучковского района. 1999-2001 годов рождения. При производстве обысков в жилище следователями обнаружены вещи убитых и орудия преступления. Автомобиль одного из убитых нашли в том же поселке. Машину второго на территории песчаного карьера. Вот это самое место. И где? Вот сюда повернулся, вот здесь напротив дерева поставил автомобиль. Вот пуст стоит напрямки, вот, где лесопосадка. Прям здесь документы изжигали. В Шиловском МСО Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство двух или более лиц. Проводятся следственные действия. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит выяснить роль каждого юноши в этих преступлениях. Спустя ровно 81 год с начала Великой Отечественной войны в ночь на 22 июня рязанцы вспомнили тех, кто защищал свою родину и тех, кто не вернулся с полей сражений. На Скорбящинском мемориальном комплексе к Вечному огню традиционно возлагали свечи и живые цветы. Свеча памяти. Акция для всей страны. По давно сложившейся традиции в День памяти и скорби на Скорбящинском мемориальном комплексе к Вечному огню возлагают цветы и зажигают свечи. В память о тех, кто не вернулся с войны. С фронтов Великой Отечественной. Десятки миллионов свечей зажигаются в эти минуты по всему миру. Это свечи памяти. Они загораются в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 294 рязанцы стали героями Советского Союза. 43 стали полными кавалерами Ордена Славы. Награжденными другими орденами и медальами Несчасть. Никогда не утихнет боль потерь и никогда не помятна бессмертная слава героев. Вечная слава каждому из тех, кто сражался за Египет Великой Отечественной войны. Кто кавал победу в Крыму. Кавал, чтобы мы, чтобы их семьи, чтобы их потомки жили в мире без фашизма, в свободной и независимой стране. Из свечей на Скорбящинском мемориале выложили надпись «Я помню». Объявлена минута молчания. Ранним утром, а на часах пятый час вспомнить тех, кто защищал нашу Родину, пришли ветераны Великой Отечественной. Активисты молодежных организаций, волонтеры и просто неравнодушные рязанцы. У свечи памяти уже солидная 14-летняя история. И сегодня никому не нужно специально подбирать слова. 22 июня скорбный, траворный день. Мы потеряли своих друзей, товарищей, отцов. Сегодня ветераны Великой Отечественной войны с родинами. Их мало осталось в нашем городе. 111 человек. Но память о их подвиге останется всегда в наших сердцах. Свеча памяти, впрочем, уже вышла за границы нашей страны. Символический огонь в это время зажигают люди по всему миру. Как знак общей планетарной скорби. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Собственника свалки в поселке Турлатова обязали очистить территорию шлама-накопителя от несанкционированного мусора. Об этом полигоне с химическими отходами мы уже рассказывали два года назад. Его возвели на месте бывших шлама-отстойников, представляющих из себя огромные бетонные ванны завода «Химволокно». Во время работы предприятия там складировались и хранились отходы. Теперь же территория промышленной площадки в частной собственности. Это незримое. Фактически перешедшее в юридическую плоскость противостояние с Турлатовской свалкой у природоохранных прокуроров продолжается уже больше 10 лет. За это время хозяев не раз штрафовали, а мусорный полигон даже закрывали через суд. На нем сегодня расположен самый настоящий склад использованных автомобильных покрышек, бочек с мазутом, отслуживших свое, пластиковых канистр и других химикатов. По данным следствия, в 2014 году на территории промплощадки размещались отходы нефтепродуктов, а в 2016 и 2017 годах – концентрированную серную кислоту. Результаты специальной экологической экспертизы показали, что вещества нанесли существенный вред окружающей среде из-за загрязнения почвы нефтепродуктами до высокого уровня. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка в сфере обращения с отходами производства и потребления. Установлено, что организацией для размещения отходов, в том числе несортированных бытовых, строительных отходов, нарушения законодательства, используется не включенный в специализированный государственный реестр и в территориальную схему шламонакопитель номер один, который расположен в районе Турлатова, объект, который ранее использовался заводом «Химволокно». Начиная с 2006 года, Турлатовский полигон, он же шлаконакопитель номер один, переходил из рук в руки. Но все собственники, так или иначе связанные с полигоном, не предпринимали никаких мер по устранению этой самой свалки. К слову сказать, собственник свалки менялся 16 раз. Лишь ненадолго свалка прекращала свою работу, а с каждым появлением нового хозяина продолжала действовать, как ни в чем не бывало. Пока прокуратура не стала действовать жестче. И в конечном итоге Рязанский областной суд удовлетворил ее требования в отношении ООО «Стелар». Решением суда требования прокурора удовлетворены на организацию, эксплуатирующую шламонакопитель номер один. Возложена обязанность освободить территорию шламонакопителя от отходов производства и потребления. Устранение нарушений закона взято прокуратурой на контроль. Трулатовская свалка с отходами летом 2019 года стала известна на всю страну, когда областные активисты предали факт загрязнения всероссийской огласки. Тогда они обратились в новостной паблик с миллионной аудиторией. Стражи закона взяли Трулатовский полигон под особый контроль и обещают не закопать топор войны. По крайней мере, пока все недостатки не будут устранены. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С древних пор лошадь – спутник человека. Когда-то без нее, в прямом смысле, человек не смог бы выжить. С помощью лошади пахали землю, перемещались, воевали. Кони ценились в те времена дороже золота и порой дороже людей. Сегодня, несмотря на технологический прогресс, лошадь все так же идет рядом с человеком, становясь незаменимым другом, например, для детей аутистов или больных ДЦП. Зоотехнолог Татьяна Ефимкина из Аликанова уже 30 лет занимается разведением арабских пони и сумела селекционировать максимально дружелюбный вид. В Сорокаусте нашего земляка Сергея Есенина есть строки о том, что не вернуть тех времен, когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенек. Действительно, много столетий назад конь был настоящим богатством и другом, помощником, кормильцем, защитником. Но и в современном мире без коня человек обойтись не может. Это, знаете, это генетическое. Вот вы когда-нибудь задумались такие слова? Князь, конный воин, предводитель этого, кавалер, от слова кавай, лошадь. Он на лошади. Лошадь, особенно породистая, всегда была очень дорогая. Вот. Также конкистадоры. Их там совсем чуть-чуть, они победили огромную империю. На лошади. Лошадь – это сила, вот нормальная лошадь. И даже это боевая машина была у рыцарей. А крестьяне, понимаете, особенно у нас здесь, зона рискованного земледелия. Человек не мог прокормить, столько вырастить. У нас один урожай. А лошадь – это сила пяти-шести взрослых мужчин. Это основа жизни крестьянской семьи. Арабские пони – самая дружелюбная порода. Зоотехнолог по профессии Татьяна Николаевна уже 30 лет занимается специальным подбором и селекцией по принципу добронравия. Потому что основная целевая аудитория заводчицы – детские лечебные центры. Мои ложки самые добрые, безопасные для детей. Нет, естественно, они в спорте выступают, есть чемпионы России, есть чемпионы выставок. Но это заслуга селекционеров исходных пород. Моя, единственное, что я сделала, я отбирала жесткой селекции на добронравие. Вот они добрые. Здесь может любой ребенок зайти, и с ними ничего не случится. Он для них человек, вот, нечто такое сакральное, высшее. Они его берегут. Вот. Даже как-то на тебя летит этот огромный табун, вот, а они телом хорошо владеют. Они оббегут и не тронут, и не обидят. Так этот солярис к вам пристает. Сейчас будет целование, обнимание. Любопытные, добрые, послушные и веселые. Эти лошадки востребованы в ипотерапии и агротуризме. Только в Аликаново есть реабилитационный центр, в котором работают лошадки из подворья Татьяны Николаевны. Здесь же туристический центр с ее пони. А еще они естественные производители лучшего, что подтвердит каждый фермер и дачник, удобрения. Конский навоз обладает свойствами, которые в разы повышают плодородность почвы и, соответственно, урожайность без химии. Вот эти все черноземы, великолепные, которых лучше нет в мире, да и здесь, и у нас, они сделаны были мамонтами, носорогами и лошадьми. А так как мамонтов, носорогов сейчас больше нет, остались лошади. У лошадей они совершенные пищеварения. Мы можем эти просто навоз, мы его сможем сферментировать, можем на основе соломы, можем добавлять туда и другие микроэлементы, и залу, и все натуральное. Идея организовать переработку навоза в удобрения возникла у Татьяны Николаевны давно. Только с ее подворья 70 лошадок можно получать от 500 тонн навоза в год. Можно и больше. Есть технологии. И есть технолог, который знает, как ферментировать навоз, чтобы он стал удобрением. Нет лишь инвестора, который помог бы запустить, механизировать этот процесс. Как только процесс запустится, это обеспечит тысячи дачников и фермеров недорогим, органическим, безопасным и эффективным удобрением. Вот только в своем возрасте и при семи десятках копытных питомцев в одиночку Татьяна Николаевна реализовать эту идею пока так и не может. Ягоды, овощи и фрукты от фермеров России. В Мещерской кладовочке можно найти фрукты и овощи на любой вкус. Гордость продаж – краснодарская клубника и крымская черешня. Их собирают вручную перед отправкой, чтобы не повредить нежные и вкусные ягоды. Овощи, фрукты и ягоды в Мещерскую кладовочку, кстати, доставляют ежедневно. Мещерская кладовочка – сеть магазинов овощей и ягод из Рязанской области. Торговые точки у круиза и премьера можно увидеть издалека. Главное отличие от остальных – соломенная крыша и деревенский стиль. В этом году нас очень радует урожаем черешни Краснодарский край и Крым. Надежные поставщики, садоводческие товарищества с проверенными сортами Ярославна, Валерий Чкалов. Сейчас просто заполонили наш рынок. Цена достаточно низкая. То есть рязанцы, я думаю, могут вдоволь покушать черешни по доступным ценам. В Мещерской кладовочке сейчас очень много тамбовской клубники. Тамбовская область – одна из лидеров, наверное, средней полосы по выращиванию клубники. Она у них очень сладкая, очень разнообразная, сорта разные, все вкусные, качество великолепное. Ягода напрямую поступает в Рязань из фермерских хозяйств Тамбовской области. Собирает ее вручную, непосредственно перед отправкой, чтобы не повредить нежные ягоды и в полной мере сохранить яркий вкус. Кстати, эту ягоду и любую другую в Рязань доставляют ежедневно. В специальных машинах, рефрижераторах. Также в Мещерской кладовочке в этом сезоне можно приобрести крымскую черешню, которая радует покупателей неповторимым вкусом. Сейчас на Крымском полуострове самый разгар уборочной компании. Кстати, в этом году Мещерская кладовочка отказалась от пластиковых контейнеров. Покупателям предлагают приобрести вкусные и свежие ягоды в берестяных лукошках. Еще у нас много ростовских помидоров, которые тоже такой своеобразный бренд России. Луховицкие огурцы. Рязанцы распробовали наконец-то наши российские овощи и фрукты. Активно покупают, активно приходят к нам именно за российскими производителями, за наши отечественные продукции. Мы и оптом продаем это на овощной базе, и на наших розничных точках вы, в принципе, тоже можете купить по оптовой цене, потому что цену для рязанцев мы стараемся поддерживать доступную. Помимо тамбовской клубники, а также крымской черешни в Мещерской кладовочке, есть продажи овощей и фрукты от российских фермеров. Луховицкие огурцы и ростовские помидоры уже заслужили доверие у покупателей. Сейчас южные регионы России полностью обеспечивают наши прилавки фруктами и овощами. Компания Мещерская кладовочка на Рязанском рынке несколько лет. Ассортимент Мещерской кладовочки постоянно расширяется сезонными товарами. На прилавке по мере созревания появляются черника, малина, смородина и, конечно, грибы. Приобрести свежие, натуральные и вкусные овощи можно ежедневно с 9 утра до 8 часов вечера. Торговые палатки ждут вас сбоку у торгового центра «Круиз» и у центрального входа торгового центра «Премьер». Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Очередным гостем программы «Городские встречи» на следующей неделе станет генеральный директор компании «Рязань Горгаз» Владимир Иванов. Речь пойдет о ходе до газификации в городе и области. У вас есть возможность прислать свои вопросы, которые мы зададим в студии. Вопросы направляйте на нашу редакционную почту или по телефону 93-73-79. На этом у меня все. Прощаюсь с вами. До следующих выпусков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова